Мы можем, так сказать, не понимать до конца, так сказать, есть ли у Путина двойники или нет, но тема это обсуждение заслуживает. Причем оно такого пристального анализа заслуживает. Для того, чтобы в ней разобраться, нужно, так сказать, обратиться, там, я не знаю, вот, к криминалистике Торвельду. Вот в свое время я вот его изучал как юрист. Вот, особенности физиологии строения человеческого, повторим-неповторимые признаки и так далее. Ну, известно, что век криминалистики его заменится, закончится тем, что, в общем, кроме дактилоскопии, то есть отпечатков пальцев неповторимых, да, все остальное может изменяться. Ну, даже и отпечатки пальцев, говорят, можно кислотой и разными другими способами менять, это известная история. Но все-таки у этого есть аспект чисто физиологический, но есть и аспект, конечно, политический, и все, что с ним связано. И если с физиологией можно спорить, там, бесконечно, да, аспект политический слишком очевидный, чтобы его игнорировать. Вот я о чем. Потому что определенно даже за последний год, ну, 14 месяцев пока идет война, мы имеем дело с ситуацией, при которой и без того усугубленная вот этим бункерной моделью поведения, да, изолированной, то есть она вроде как объяснялась, там, пандемией, необходимостью карантина, она усугубилась еще и страхами чисто физическими убийства, которые, ну, в принципе, и раньше существовали, но, естественно, с войной они существенно повысились. Поэтому, поскольку ты, Юля, написал об этом статью, я отсылку делаю к новой газете, вы можете ее посмотреть, мы ссылку, конечно, дадим, и посвятил некоторое количество времени своих эфиров, я считаю, что мы можем сегодня позволить себе в воскресенье подробно об этом поговорить. Предрешая, не предрешая, это как получится. Вот. Последнее, о чем я хочу сказать, те 17 тысяч, которые к нам присоединились, у меня просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, ну, в воскресенье люди ни шатка, ни валка так подтягиваются, а если вы разместите ссылку, они точно подойдут и посмотрят этот эфир. Ну, и, конечно, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юлия Латынина, в описании к этому видео по ссылке вы можете пройти по имени Юлия Латынина и подписаться на канал там. Ну, что, тогда тебе слово, что ты в целом по теме можешь нам сказать и дальше поедем. Ну, я для начала, мы, я думаю, что у нас будет такая открытая дискуссия, то есть мы рассмотрим один вариант, мы рассмотрим другой вариант объяснения, мы внимательно посмотрим, я думаю, вот с помощью Кости, самые интересные моменты из того, когда Путин оказывается, ну, скажем, нельзя сказать, что это поездки на фронт, в поездки, которые российская пропаганда подает, как в поездке на фронт, вот самые интересные моменты, их очень необычные, и поговорим, как эти моменты можно истолковать, в ту или в другую сторону. Но прежде всего я должна сказать, что, я, кстати, надеюсь, что, просто я не переговорила на эту тему, потому что, ну, я тебя предупреждала, что я... Да-да-да, все нормально. ...поговорю. Так что, извините, господа, если кто-то уже слышал, мы постараемся говорить какие-то другие вещи, в том числе обсуждать. Но для начала я бы хотела напомнить вообще, с чего взялась вся история. Потому что есть базовое поведение Путина, которое выглядит очень странно. Оно началось еще во время карантина, когда Путин проявлял крайнюю осторожность, и когда, например, мы видели, он приходит на Пискаревское кладбище, и этого Путина дезинфицируют сугробы, там еще какие-то снайперы, там еще чего-то. Цветы относятся. Цветы относятся. Цветы относятся. Цветы относятся. Цветы дезинфицируют. А то же самое, он приходит в Лужники, и внимательные наблюдатели, помимо того, что у него там что-то в других случаях топорщится из-под пиджака, а, видимо, бронежилет, и внимательные наблюдатели видят, что он в какой-то клетке из поленебровиваемого стекла. Ну, очень это было заметно перед началом войны, когда он сначала встречался с Макроном за знаменитым 6-метровым столом, который Илон Маск мог бы использовать в качестве стартового стола для своей ракеты. Потом за тем же столом мы увидели Шойгу и Герасимова. В общем, было такое впечатление, что редкий микроб, не говоря уже, табакерки. Да, середина этого стола долетит. Потом мы видели его встречу с журналистами, и там тоже было какое-то немыслимое расстояние. А совсем недавно мы видели верительные грамоты, как он принимал у послов. Когда он ждал от них аплодисменты, тоже на гигантском расстоянии, вроде послов... Нам известно, что, кстати, Макрон должен был сдать какие-то там анализы, ПЦР-тест. Нам известно, что люди, которые окружают Путина, вот тот же самый Каракулов рассказывает, перед этим были публикации в базе, что просто там месяцами сидят сотрудники на карантине, причем на жесточайшем карантине. Они сидят две недели. Они сидят в одиночной комнате, но фактически в одиночной камере. Они тоже не могут никуда выйти. Им по дверь еду подсовывают. После этого они сдают все тесты, после этого они сдают анализ Накал несколько раз в неделю. Оказывается, это самое такое. Ну, ты же это знал. Да. Даже не знаю, как это. Да. Ну, вот. Вот. Значит, то же самое мы видели, когда он куда-нибудь летал. Например, он на Каспийском саммите в Туркменистане. Был стол такой гигантский, квадратный. Он сидел за одним его кусочком. Там можно было, значит, бассейн разместить внутри этого стола. И то же самое была встреча по Афганистану с представителями Средней Азии в Москве. Там тоже был такой уже гигантского размера стол, только круглый. И, соответственно, вот. Ну, самый, конечно, классический пример – это заседание Совбеза 21 февраля 2022 года. То есть, по сути, объявляется война. И вот если посмотреть на картинку с этого часа, совершенно необычное, что сидит в столе, а Стопчаке далеко от него стоят вот эти люди, которых выдерживали две недели в карантине. Это его вернейшие министры. Они сдавали кал. Ну, правда, Нарышкин сдал кал в прямом эфире, как мы все видели. И вот они сидели. У меня даже было впечатление. Ну, ребят, ну, провозгласите его императором и на трон посадите. Вот индийский махараджа какой-нибудь сидел приблизительно на таком же расстоянии от подданных, и хоть будет какая-то мотивировочка. При этом еще не все, потому что теперь мы знаем про специальный бронепоезд, потому что Путин боится летать с прилагающейся к нему специальной железной дорогой. Мы там перед началом войны видели фантастическую картинку на Олимпиаде в Пекине, где, опять же, сидит Путин, один-две пложи, дремлет, нахохлившийся. Никого вокруг него нет. Такое космическое одиночество. Хотя, правда, вот когда сидит ВИП, приехал, то Путину пришлось пожать ему руку. Я думаю, даже бы ногу поцеловал, если что. Но это уж такое дело. А, да, три одинаковых кабинета в резиденции, чтобы враги не знали, где именно он сейчас находится. Это мне просто напомнило. Халька, видимо, на оси у Флавия внимательно читал. Там Царирот никогда не ночевал в одной спальне. Ну и не говоря уже, конечно, о бункерах. Причем не совсем понятно, чего этот Путин боится, потому что одна из очевидных вещей – это микробы. Но, в общем, бронепоиск к микробам не имеет отношения. Так что там, видимо, и микробы, и табакерка, и американские томогавки. И вот Стас Белковский мне говорил, что он еще боится враждебных энергетических болей. Можно представить себе, что у него действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, и что вследствие определенных процессов у него ослаблен иммунитет. Совершенно точно, что, если видишь вот этот бронепоиск, совершенно точно там какие-то проблемы с кукухой. Ну, и в любом случае долговременная изоляция явно не пошла ему на пользу. Вот Михаил Ходорковский мне говорил, что благодаря изоляции те процессы, которые должны были произойти, когда Путин в 90-е, стали происходить прямо сейчас. А, соответственно, ну, конечно, вот это зрелище человека, который, с одной стороны, отдает приказы, которые кончаются Бучи и Мариуполем, а с другой стороны, он реально боится подойти к собственным министрам по какой-то причине. Я думаю, это, в общем, готовая тема для учебников психиатрии. Но, и вот все это касается только того Путина, которого мы видим в Кремле, вдруг последние несколько месяцев мы видим Путина за рулем автомобиля, включающим поворотник, чуть ли почти не на фронте, сам едет, сам, самое главное, здоровается. Вот, мне кажется, вот эта вот история, вот как только мы видим человека, который ведет себя в Москве так, а с другой стороны, ведет себя по каким-то причинам в поездке, пренебрегает вот этой смертельно-бактериологической угрозой, здоровается, значит, за руку с генералами, лично приезжает в Севастополь. Ну, вот такое различие поведенческих паттернов заставляет многих скептиков предположить, что, может быть, это просто два разных Путина. Так, 31 тысяча нас уже смотрят, и почти 10 тысяч поставили лайки. Я прошу тех, кто к нам присоединяется, мы только 12 минут в эфире, не забывайте о том, что нужно помочь и другим посмотреть этот эфир, эфир действительно обещает быть интересным. Скоро мы дойдем-то на наглядность уже визуализации, я бы так сказал. Ну, хорошо, тогда перед тем, как мы погрузимся в детали. А разницу мы эту поняли. Значит, и поняли первопричину возможную. Ну, параноидальный страх за собственную безопасность, это понятно, это как бы всегда было усугубилось в связи с пандемией, войной и всем остальным. Вот, это мы тоже понимаем. Но вот самый такой главный вопрос, а может ли вообще руководитель государства, ну, понятно, узурпатор, в 21 веке вообще вот так рисковать? Вместо себя представить такой аватар. Ну, то есть, там не поймешь, живой, не живой. Ну, живой, понятно, но все это протокольная съемка, это все Кремль снимает, показывает там и так далее. Возможно ли в принципе подставить вместо себя двойника? У Сталина были двойники, но они были оперативные. То есть, где-то на машине проехал, где-то мелькнул, куда-то сходил, но так, чтобы не говорил, не это. Ну, Сталина вообще был закрытый человек. Там, сказать, он и немножко комплексовал, у него сухая рука была, он был маленького роста, лицо подернутое оспой очень сильно, он курил, зубы у него были отвратительные, так сказать. Много каких факторов, которые, ну, вот чисто физиологически вызывали бы отвращение. Но, тем не менее, все-таки в публичном там где-нибудь выступлении на съезде, да, или еще где-то, но все-таки это был Сталин. И все это понимали, что это Сталин. Значит, допустить, что у Путина есть оперативные двойники, да, ну, вот он поехал из Кремля, не он, да, просто мелькнул в занавеске автомобиля личного, да, ну, и ладно, там, шлепнут его из гранатомета, это одно. Но вот выпустить его в паблик, даже перед протокольной видеокамерой, ну, это как бы палевно, просто палевно, потому что, ну, как, а человек поведет, как-то себя не так, еще что-нибудь. И даже, ладно, это протокольная съемка запись, это не прямой эфир. Но ведь даже люди, какие-то круг, людей, знающих, что такие двойники есть, просто расширятся, да, то есть он и, в принципе, должен иметь какой-то круг, там, 3-5 человек, все равно должен знать, сам этот двойник должен знать, что он двойник, какую роль выполняет. Возможно ли, в принципе, такое, пойти на такую подмену, обман? Это же как история, как я цитирую, «Железные маски». Кто сидит на троне, а кто в тюрьме, не поймешь. Дюма как бы провиденциально в этом абсолютно был. То есть насколько это все, в принципе, приемлемо, насколько это рискованно. То есть а если его убьют, этого двойника, а тот выйдет целый и невредимый, скажет, а я вот опять живой. Ну, то есть сама по себе эта ситуация, она вообще, говоря, ну, так сказать, допустима, в принципе. То есть вот Путин в его сознании можно так сделать? Он не говорит, слушайте, ну давайте так не будем. Вы что, а если что случится? А если он там, я не знаю, смаркнется не туда или еще что-нибудь? Ну, я как буду потом отыгрывать это все? Вот о чем речь. Ну, я могу сказать, что вот это самый главный, на мой взгляд, довод против двойника, вот вся эта система аргументов, потому что человек, который бойится микробов, энергетических полей, самолетов, томогавков и чего еще, и табакерок, да, автоматически должен бояться также и двойников. Это вот просто тоже самое страшное. А вдруг меня сейчас подменят? Да, и все. Кстати говоря, об таких оперативных двойниках, вот этот же Каракулов, который убежал, он рассказывал, что если Путин уехал из кабинета, то в кабинете продолжает гореть свет, и очень часто кортеж куда-то несется, а Путина в нем нет. Так что вот те люди, которые стоят полтора часа, или сколько они там стоят, на Рублевке или на Кутунском, и ждут кортежа, и говорят, опять этот едет. А никто не едет. Что может быть и не едет. Это просто может быть над вами вот таким изощренным образом издеваются. Так что вот это очень как раз, на мой взгляд, одно из главных аргументов против двойника. И надо сказать, что все-таки в основном истории про двойников, они в истории имели некий анекдотический характер, потому что те рассказывали о двойниках Усейна, и никто их на самом деле не видел. И была совершенно гениальная история про человека, который говорил, что он двойник сына Усейна. И он даже по этому поводу сняли фильмы, значит, он рассказывал, как его там пытали, как его с лицом чего-то делали, что он походил, как его что-то какие-то страшные вещи заставляли делать. А потом у нас, как я понимаю, даже фильм по этому поводу сняли в Голливуде шикарный. Да, был, был. Да, я ее смотрел. В итоге, насколько я понимаю, если это, конечно, опять же не иракская пропаганда, но, по-моему, нет, этот человек на самом деле был аферист, который, пользуясь своим сходством с сыном Саддама Хусейна, ну, в Ираке гулял во все тяжкие, а когда, соответственно, сын накрылся мятным тезом, он переквалифицировался и стал рассказывать, что вот, в общем, это называется, патологический лжец, судя по всему, был человек. Так что от общих рассуждений я предлагаю как раз просто перейти к видео, которое у нас есть. У нас есть, самое главное, это три видео, потому что мы не очень много будем рассматривать севастопольское видео, а видео визита на мост, видео визита на Борюполь и видео визита, ну, будем условно говорить, на фронт Счастливцева, хотя напоминаю, что Счастливцево в 150 километров от фронта никакой Хаймарс не достали. Тем не менее, видео визита к генералам, скажем так. Вот, совсем последнее. И я сразу скажу, что я не обладаю абсолютно никакой компетенцией для того, чтобы анализировать форму ушей, крылья носа и так далее, мне вообще клиническая нераспознаваемость лиц. Ну, просто я совершенно точно тут знаю, что если бы легко было этого человека отличить, то была бы масса специалистов, которые, ну, у нас есть и система распознавания лица и так далее, что они бы сказали, они бы сделали за меня эту работу и сказали, да нет, ну, смотрите, тут мочки ушей разные, тут крылья носа разные, вообще о чем говорить. Вот, значит, раз за меня эту работу не сделали, раз нет никаких серьезных исследований о том, что вот это разное, то будем считать, что человек на этих видео неотличимо похож на Путина. Вот была формулировка «человек похожий на генерального прокурора», я предлагаю его усилить. Человек неотличимо похожий на Путина. И также не будем рассматривать замечательную поездку, которая состоялась в конце декабря прошлого года, около 21 декабря прошлого года, когда после того, как Зеленский приехал в Бахмут, вот Крем вдруг заявил, что Путин побывал в зоне СВО, цитировал их цитата, и дальше показались снимочки, и быстро выяснилось, что эта зона СВО была штаб в Ростове-на-Дону. Да. Путин навестил бункер в Ростове, это назвали поездкой на фронт, а до этого Песков долго распинался, что Путин вот-вот на фронт поедет, и, соответственно, это вот они пустили. Это тоже не будем рассматривать, там легко предположить, что действительно был Путин великое дело съездить в бункер. Но вот три важных истории, когда он сам за рулем, на самом деле, практически. Первое видео... Так, Юля, я сейчас... Мы покажем статью в «Новой газете», где идут прямые ссылки на, значит, эти видео. Сейчас вот мы показываем эту статью, и вот у нас есть видео на машине, ночное из Мариуполя. Я правильно понимаю? Не-не-не-не-не. Первое видео я предлагаю 5 декабря 2022 года, в районе, да, может быть, днем позже, днем раньше, когда он поехал на Крымский мост, который был взорван в октябре. Это четырехминутное видео. Вот если Костя его сейчас покажет, то мы видим, что Путин или человек... Не отличился... У нас, к сожалению, на сайте... На сайте Кремлин.ру здесь только фотографии, здесь, к сожалению, видео нет. Вот мы сейчас показываем эти фотографии его на мосту. Вот сейчас мы их смотрим. Файн. Там прям подробные фотографии. Вкусно. Пожалуйста, разговорный шамер. Я отпишу нашим слушателям, что видно. Это четыре минуты. Сначала человек, неотличимый от Путина, едет лично за рулем по мосту, и рядом сидит вице-премьер Марат Хоснолин, который что-то рассказывает про то, как мост восстанавливается. Причем оператор сидит на заднем сидении. Он снимает, соответственно, затылок человека. Вообще не очень понятно, кто это такой. Но, понимая это, он начинает снимать его глаза в зеркале заднего вида. То есть тоже не совсем полностью. А затем Путин доезжает до отремонтированного участка. Они выходят с Хоснолином. И он очень на себе, низко на голову надевает капюшон. Вообще непонятно, кто это такой. В этот момент его, видимо, что-то торкает. И он этот капюшон снимает. И вот прям демонстративно своей головой ворочает. Доходит самое важное. Все это происходит посередине где. То есть с точки зрения бактериологической очень стерильно. Там стоит совсем несколько людей. Мы можем представить себе, какой ветер гуляет на этом мосту. С одной стороны вода, с другой стороны вода. Он немножечко с ними поговорил и уехал. Вот это первое видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин